итак выхожу я со стояночки вот вы видите мой белый тигуан 21 года и сейчас когда я был на другой стоянке который тоже пользуется компания from japan view love я там видел тигуан 21 года только в коричневом цвете без музыки хармон карден вот на таких же коричневых седухах жалко что я его для вас не подснял но в общем они тоже идут тоже заказывают поэтому у кого бюджет позволяет позвольте себе кайфовую тачку и закажите тигуан 21 года надо кстати для вас подснять немного видов не пляжей а полок магазинов автомобильных а то скажете что контент чисто туристический и вот я снова очутился на набережной ранее раз я здесь был в сентябре прошлого года когда проходил восточно-экономический форум когда у меня были паузы так скажем работе когда можно было немножко отвлечься от своих дел я вот сюда выходил на набережную прогуляться здесь много павильонов каждый посвящен определенному региону дальнего востока и здесь проходят всякие конкурсы розыгрыши призов и прочее прочее то есть очень интересный движ и вот так выглядит сама бухта здесь он тоже есть отважные мужики которые испытывают водичку когда на улице ветерок и дождик сейчас я покажу вам владивосток не со стороны гуляльных улиц со стороны всяких закоулочков вот здесь допустим есть оптово розничные какие-то базы такая промзона так не знаю как ее назвать в общем закоулки владивостока отъезжаешь чуть подальше от центра здесь можно увидеть вот такие картины видите какая-то автомастерская тачка с обклеенной мордой в дорогу что-то с ней делать это обслуживание вот там обслуживают тачки здесь вот там базарчик впереди так тут затариваются местные жители если вы посмотрите на номера автомобилей 125 125 125 125 короче все номера вокруг 125 вот такие всякие павильончики куда можно заходить что-то там покупать сейчас пройдемся посмотрим в прошлом году я здесь был здесь покупал есть такие орешки короче с перцами жареными в баночке потом покажу прикольная тема в москве и и окрестностях да или в принципе в центральной где-то части не стоят значительно дороже разу наверно в три вот а здесь можно купить на даже рублей за 70 я может еще можно найти дешевле очень вкусная штука вот я просто так хомячу народ кто-то это ест с пивом вот например магазинчик который торгует товарами из китая здесь вот так и сказано товары из китая соответственно вот тут много всяких кто вот любит чиптики помните типа бенгры были во времена на моей может и вашей молодости и соответственно тут целая куча всяких прикольных товаров глаза разбегаются можно на покупать всяких вкусностей сувениров дорогу Рисовые шарики из воздушного риса. Всякие штуки-дрюки, ну где-то можете цены увидеть, где на глаза попадаются. Маня, чего тебе надо? Конфет тебе надо? Ты молодец. Сейчас что-нибудь купим. Скази всем привет. Привет. Привет, молодец. Короче, за минут где-то, наверное, 25 в магазине выбрали вот такие чипсы. Вот столько всяких китайских радостей. Ну, в общем, вот это все 4500. Я думаю, теперь пацаны будут долго хомячить всякие вкусняшки. Тут Карина Александровна решила распробовать морские радости. И вот это гребешок, как-то тут насервированный. Это раковина настоящая, как я понимаю, да? Да. Вот, короче, вот эта штука стоила, ну, 4 ракушки вот такие. 850 за килограмм. Да, она 850 за килограмм. Вот эта стоила 200 чем-то, 270 рублей, короче. В ресторане, если вы пойдете, такая одна будет стоить рублей 500. Да, и я вот еще набрал своих любимых орешков, таких аж 20 банок. Вот, смог взять по 80 рублей. Не знаю, может сейчас уже сложно будет найти дешевле. Хотелось бы, конечно, подешевле. А так в некоторых местах они стоят уже по 120 за штучку. Вот такой базарчик. Так, я решил достать одну из вкусняшек и попробовать. А пока я тут ковырялся в тачке, смотрите, тут люди сделали жесткую сцепку. Вот, кто-то и везет тачки в коммерческих целях. Выглядит это вот так. А тут вот подъехали местные. Постараюсь, наверное, забежать еще в один, может быть, два магазина. И вот пока тут иду, по дороге попалась еще одна жесткая сцепка. Соответственно, так возят автомобили, я думаю, те, кто только чисто в коммерческих целях. Это везет. Потому что обычно люди, если гонят для себя, то, наверное, садятся каждый в свою тачку. Хотя, может быть, кто-то и везет себе, так скажем, два автомобиля таким образом. В общем, тут такое, когда подальше от города отъедешь, от центральной части, тут такое попадается на вид. Итак, забежал по просьбам зрителей в автомобильный магазин, который торгует маслами. Посмотрите, как это выглядит. Вот в таких вот бочках масло различное. И, например, я пользовался как-то в крайний раз тут маслом Молли Грин. Вот оно есть в канистрах. Вот сейчас парень тут ответил, что вот эта канистра черная, вот эта, премиум ПАО, стоит, по-моему, 4600, он сказал. И если брать такое же масло на розлив, оно стоит 970, по-моему, сказал он, за литр. И, соответственно, вот она бочка с ним, с этим же маслом. Вот, и получается чуть меньше 4000 за 4 литра. Так что, вот смотрите, вот такие здесь цены. Кстати, вот сайт разрешили поснимать, немножко показать. Вот можете посмотреть, как это выглядит. И вот таких магазинов в Владивостоке достаточно много. Вот, я бы не сказал, что цена какая-то слишком низкая или высокая. Хотя, хрен его знает, я что-то давно уже не приценивался. Так что смотрите, думайте, стоит ли отсюда вам нагребать масел и тащить их, соответственно, куда-то в свой регион. Там, не знаю, Сибирь, Урал, вот, в Поволжье или Центральную Россию. Типа там Москва, Питер. Кстати, смотрите, мулли-гринчик. Вот в таких канистрах. И вот смотри, есть аккумулятор. Например, если у тебя умер на твоем Тягуане, вот можно купить. Здесь магазинчики стоят 9700. Вот такой вот вариант российского производства, город Тюмень. Вот, может, конечно, есть какие-то где-то и другие варианты, подороже, подешевле. Но здесь вот конкретно попался вот такой вариант. Недалеко от рынка вот здесь решил прогуляться. Здесь по автотематике какие-то гаражики, магазинчики. Вот сейчас только что заныривал в аккумуляторы. Аккумуляторов стоит на полках много. Аккумуляторов EFB, которые нужны под Volkswagen. Не сильно много есть варианты. Вот, но именно под Volkswagen их здесь немного. Так как здесь пока нет такой большой популярности этих автомобилей. Вот, поэтому стоит бережно относиться к своему аккумулятору. Вот, если он у вас был подразряжен, может лучше отнести его в мастерскую, чтобы поставили на зарядку погонять. Вот, пока вы здесь, допустим, один днёк съездите куда-нибудь поотдыхать, чтобы посмотреть, чем покупать новый. Так, вот ещё один автомагазинчик. Здесь есть масло TCL, тоталь, ещё что-то. В общем, забегал вот в этот магазинчик. В прошлом году я здесь себе брал масло MOLLE GREEN PREMIUM PAO за, по-моему, 4200. Но это было дороговато, просто можно было чуть дешевле найти рублей на 200. Я думаю, может, даже на 300, если посильно постараться. Но мне в тот момент не хотелось никуда бегать. Вот, я здесь был по работе, соответственно, недалеко пробегал тут мимо. И, грубо говоря, посмотрел, думаю, да фиг с ними, большая разница в цене. Я дольше по городу пробегаю. Вот, и взял. Сейчас спросил у продавца. Вот, это же масло стоит 4700. Он говорит, до этого был скачок, оно стоило ещё выше. Вот, оказывается, я просто, видимо, где-то пропустил, не сильно интересовался в последнее время темой расходников. Вот, говорят, японцы в апреле влупили санкции ещё и по маслам, свечкам, что-то там ещё по каким-то расходникам. И получается так, что, короче, теперь эти масла подорожали. И, как говорит этот продавец из магазина, сейчас их ещё не возят, а торгуют остатками. Вот, в перспективе, возможно, будут возить через Казахстан, либо через Южную Корею, короче, обходными путями. И, соответственно, так сказать, снижение цен-то особо ждать не придётся на эти масла японские. Вот, поэтому, кто вот там заморачивался, спрашивал, что типа, что привезти из Владивостока по маслам, вот, либо готовьтесь к тому, что цены будут вот такого плана, вот, ну, либо, соответственно, уже не заморачивайтесь, покупайте российские какие-нибудь масла, Татнефть, Лукойл, вот, может быть, что-нибудь ещё там, может, кому-то нравится Сентек. Вот, выбор, короче, за вами. И вот, я вот заморачиваться сейчас не буду пока здесь уж точно, что пока брать, тащить в Москву. Вот, а там дальше посмотрим. У меня дома, в принципе, есть запас. Вот, я обычно стараюсь прикупить и положить, если есть хорошие цены, масло в запас себе. У меня там, по-моему, канистры 3 ещё есть. Так что продержимся какое-то время. Вот, и, кстати, про свечки. Интересный момент. Я спросил у него про свечи NGK Laser Platinum. Вот, он сказал, что на них тоже цена поднялась. И, типа, сейчас вообще сложно с этим. И, типа, от полутора тысяч за свечку. Вот. Так что я потом тоже, может, посмотрю, что там, как поживает наш завод Bosch в России, который нынче называется Meteor. Я с ними как-то вёл переговоры. Вот, начали ли они делать свечи под ваг, вот эти платиновые или нет. Вот. Надо, короче, поддержать отечественного производителя, чтобы он нам сделал классные свечки. Путешествовали в сторону банкомата, наткнулись на рыбный порт. Я так понимаю, где-то на его, наверное, территории находится Иссу Хана, на которой стояла мой автомобиль. Короче, вот. Я там Мазду Ромину снимал на парковке, и вот, наконец-то, мы с ним пересеклись. Он только прилетел, забирает тачку, а мы уже помчались от Владивостока на выход. Всё, помчались. Всё, спасибо тебе большое. Давай. Мы, Рома. Полетели. Итак, наше время пребывания в городе Владивосток закончилось. Мы отправляемся в город Хабаровск, для того, чтобы там отправить свой автомобиль через транспортную компанию МТТК. Вот, и оттуда вылететь на Москву. Вот, впереди нас ждёт путешествие часов под 10 на автомобиле ехать. Вот, поэтому, короче, будет весело. Я думаю, посмотрим ли мою красную дорогу. Я так понимаю, по пути нам попадётся Стелла, обычно, с которой все там фотографируются. Посмотрим на неё. И даже сфоткаемся, зачкинемся, так сказать. Вот, а сейчас наша задача заправиться под завязку сотым бензинчиком на Роснефтьевской заправке. Здесь, кстати, интересная особенность, что на Роснефтьевской заправке сотый бензин стоит 71 рубль. Или там даже вот то, и чуть дешевле, куда мы едем. А вот, которые в городе местные какие-то заправки, сотый бензин, почти стоит под 80 рублей. Офигительная разница в стоимости. Зачем вызвано, ну вот, такое попалось на глазах. Тут явно, либо кто-то сюда прилёг на вот эту обочину, либо просто, в принципе, её пока делали там, что-то там, 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 давай. Отличная дорога. Изумительная. Активый. Не сбалованы. Гонять тачку в Владивосток-Москва, блин, я бы точно не стал. Ну, нахрен. А если вот такого процента в 10 будет по дороге, я и вертел вообще такие поездки. напишите мне что я не суровый конечно из балованы и ну блин хочется тачку конфетой довести блин а не растрясти по дороге с конфетками чемодан конфеток по хамяч становитесь красиво видами три булочки интересно идет эта табличка шикарный черный на на аспальт нанотехнологии красиво подсыпают они когда дорогу делаю дуду кстати радио уже перестает монетики вот массаж просто смотри самураи наяриваю старые крауняки марканяки короче дорога мне вообще не нравится в плане ее качества я не знаю правильно ли мы сделали что где нам навигатор предложил выбрать налево либо направо сначала направо показывал на две минуты дольше типа а расстояние одинаковое и вот мы выбрали короче этот путь это блин он выглядит ужасно переход на переходе как-то ремонт на ремонте такие чуваки из хабаровск они говорили да там дорога нормально мы там на море ездим бля это не нормальная дорога как-то рука какая-то уж конечно я избаловал за тем что блин на дальнике не часто ещу блин москва московская область там более-менее нормально есть вот смотри вот сделаны дорога сейчас едем гладенький асфальт блин уже по 4 ремонта участка проехали где какой-то грунт кисель короче шляпа и тут такие дыры в дорогах полотно нормально нормально и рак там дыры такие как бобряные норы что можно оставить реально там колесо приносит проморгать что надо внимательно смотреть на дорогу и администрации иначе можно словить сюрпризик очень неприятно есть право кстати в правой полосе местами асфальта с волнами стоит и ямы огромные еще рядом с этим же крепнем лист асфальта полный романтик так красиво сейчас кстати прокатимся я потом хоть пойму вообще люблю ли я все-таки дальние переезды хоть на сколько того потому что блин впереди камера на 40 давно не ездил пока не раз далеко мотались в семнадцатом году до крыма своей машине там у нас машинка была простая вода гранта лифтбэк ездили мы вчетвером в ветерон как сейчас поэтому может быть не опереться тем маленьким сказал бы что я предварительно люблю длительные поездки чем сейчас хорошо дети спят дорога была прям офигенная еще полетели очень хочу вам показать как он едет вот 82 километра и мы катимся на седьмой передаче единственное что сейчас придется притормаживать что мы что-то уже уперлись в задницу кузачка который впереди едет вот и вот на шестая передача 72 километра сейчас скорее всего на чуть-чуть если прибавить получится то мы наверно перейдем час на седьмую то есть он с точки зрения экономия топлива видите кстати загорелась молд сверху и два цилиндра работает сейчас когда ты ногу держишь ровно на газу не газуешь машина чувствует что найдет накатом что сейчас как бы не надо полную мощность двигателя он два цилиндра отключает вот он черниговка кстати и короче прикольно получается по экономии могут выехать у нас запас хода был на 650 километров и едем едем и у нас на 710 километров то есть экономит хорошо в трассовом режиме по мостику тормозил чем-то мостик маленького шага гора просто бомбическая вид конечно это не надо он речка справа-слево я не знаю до хабаров 5 430 километров 416 обалдело вот это 416 по знаку а нам с тобой до отеля ехать 430 ну ты давай не это, 416 смотри чувак вообще, блин, надо встречку вылезать тут огинемки то яма, то канама да, дорога конечно не огонь вообще ни разу, блин я вот пожалел уже 10 раз, что мы поехали на тачки так что надо было это вживую посмотреть всю эту супер-супер дорогу, блин я тем, кто тут от тачки гоняет, вообще не завидую потому что, блин, ну, вообще просто и неромантика не прикольная но вид красивый, да? даешь, перелет в бизнес-классе ну, воин в 3-7, блин давай ну, мигольчик, конечно, зачетный вообще прикольно да, очень красиво типа, где-то как будто на Кавказе на нашем, например, едешь Кавказе за Чампа ну, что-нибудь, то есть фланда, какой-нибудь крови ну, что-нибудь 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 какой-нибудь прям длинный да там вот такая большая гора уходит прям в облако то есть мы не видим макушечки этой горы высокой впереди камера на 70 здесь уже дорога, конечно, лучше начали нашего путешественника к России ну, что-нибудь я не знаю ах еще один макушечка река еще бикини смотри какой вид красивый смотри а свадь ушел ну, по-моему, тоже опять шуток но это и в доме ночи Живох Красота Егоры чего там? У меня уже очком плоскость образовалась Субтитры сделал DimaTorzok 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 Аэропорт Хабаровска Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok